Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь с градом. Ветер западный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. В горах местами плюс 4, плюс 9. Днем до плюс 24 тепла. В горах местами до плюс 15. В Черкесии кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, 15. Днем плюс 21, 23 тепла. В Республиканской филармонии прошел благотворительный концерт в поддержку участников специальной военной операции «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия». Свои музыкальные номера представили воспитанники детских школ искусств Черкеска. На концерте побывал Алихан Лепшоков. Подобные концерты сплачивает общество. И нам приятно, что юные дарования принимают участие в благотворительных мероприятиях, отмечают организаторы. Перед входом в концертный зал в филармонии установлена специальная урна, куда желающие могут внести ту или иную сумму в поддержку семей участников СВО. Благотворительное мероприятие собрало полный зал. И нам приятно видеть, что такую акцию поддерживают жители республики, отметил министр культуры Карачаева Черкесии Зураб Агирбов. Благотворительная миссия мероприятий позволяет каждому зрителю, каждому участнику внести свой вклад в поддержку семей, в которых родители сейчас участвуют в специальной военной операции. И инициатива, которая поддержана главой республики, оперативным штабом, мэрией города Черкеска, сегодня воплощается вот в этой череде мероприятий. Вот здесь, рядышком с нами, находится специальный большой короб, который любой желающий может внести сумму, в которой пойдет фонд поддержки семей участников СВО. В свою очередь, заместитель мэра Черкесской Елена Енцин Данильчук отметила, что сегодня наши военнослужащие защищают счастливое будущее, охраняя безопасность нашей страны от неонацизма. Мы гордимся нашими ребятами, смелыми, стойкими, верными сынами Отечества, настоящими патриотами. Всесторонняя помощь военнослужащим и добровольцам, выполняющим боевые задачи в зоне СВО, а также их семьям, сегодня главный приоритет. Мы всегда на связи и всегда готовы поддержать наших бойцов и их родных. Юные талантливые воспитанники школы искусств дарили свои яркие музыкальные номера, завораживая зрителей своим мастерством исполнения. Дети активно и с удовольствием готовились к этому концерту, говорят педагоги юных артистов. Для нас, конечно, это очень значимо, потому что это пойдет в поддержку тех, кто воюет в СВО. Мы очень переживаем, желаем им скорейшего возвращения. И наши дети подготовили танец, называется «Детки-конфетки». Они тоже очень переживают. Для них это тоже волнительно, но в то же время и ответственно. Они тоже пришли с большим энтузиазмом поддержать наших воинов. Также юные воспитанники школ искусств продемонстрировали свои таланты в игре на различных инструментах. Олег Анлипшоков, Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия. На этом я прощаюсь с вами, а через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на Ногайском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы Ногайской редакции. А в 14.30 смотрите «Вести» с Аллой Динаевой. Удачного дня и до встречи в эфире. «Вести» с Аллой Динаевой. Айти-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Только 9 и 10 июня с 9 до 19 часов пройдет ярмарка от белорусской фирмы «Марка». Женские и мужские модели обуви из натуральной кожи, а также куртки и ветровки. Черкесск, улица Горького, 8. Центр развития предпринимательства.